Продолжение следует... 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 зоны игровой снаряд гости посмотрим как после этого большинства продолжат действовать сначала встречу не было очень-очень бодрая несколько опасных моментов однако довести шайбу правильном режиме до ворота не удавалось один раз забросили но после просмотра судьи это взятие ворот отменили так была шайба заброшена высоко поднятой клюшкой герцог к слову герцог является героем программки к данному противостоянию поэтому всех естественно приглашаем во дворец приобретайте программки выиграют гости вбрасывания воров и там держит за клюшку то ли он его то ли соперник его держал но быстренько отцепились они оба и продолжили выяснять отношения уже на ледовой площадке калашников пас на синюю бросок герцога не точный мимо свороше бы полетел и нужно в защиту возвращаться уваров потеря кожемякин не получилось у этой пятерки большинства что либо создать посмотрим на другой состав входит зону не без проблем и сразу же выходит из зоны здесь климом прыгает как зайчик через соперника герцог и герцог также шайбу выбрасывает и поехали на смену еще пара игроков алмаза через 20 секунд поедут на площадке родион колобанов без особых проблем пока что череповщине отбиваются неразрешимых задач им видите не ставят а в итоге сейчас можно еще и в контратаку убежать за малиев пару клюшки мы бьют опасно атака продолжается здесь удаление и теперь будет у русских 50 золдаш соперников зайцев за малиев даньч и колесников бросали в створ ворот у гостей много игроков то нанес хотя бы по одному броску и один человек нанес три бросков створа рота это никита гончаров 75 номер нападающая первая звена момент хороший здесь и 11 свои ворота шайбу переправляет жирнов из амалиев по голевой передачи на свой счет записывают иван дач именно он отдал придачный восьмого на ворота и он же становится автором заброшенной шайбы для ивана даньча это вторая шайба в текущем сезоне 13 набранное очко на льду находится за малиев петров и климов сейчас леонид поехал на смену момент хороший теперь уже оборот шостака но хватило точности в броске гончарова похоже тыми именно он похож там врывался на оперативный простор бардаков потерять держал масло атаку жирнов отыгрался с соперником последовал бросок но раньше вне игры было зафиксировано здесь жирнова подъехал обнимать соперник это все тот же захар бардаков удаление будет не дают здесь страстям разгореться не понравилось бардакову жирнов бросает поворотом соперника после свистка на то что по свисткам бросают там очень одновременно со свистком жирнов бросал поворотом но там же на их по инерции вкатывался ну и вратаря и в защите который там находился пытался уйти от столкновения но пустин проехал один круг и появились пятый полевые выход один на один русских видите момент опаснейший и забивают гостя 21 захар бардаков принимает поздравление убежал он один на один со вратарем и послал шайбу точно под перекладе но убрал мне в разный череповщине выиграли датчик в сторону отправил петров дальше подбивает шайбон но там два соперника видите в лице русских педизе отвоевали шайбу у жирнова датчик чушкин и не точная передача здесь положение игры будет если бы не успел там сразу вовремя выйти игрок гостей но он успел и арбитр сразу же руку вниз опустил жирнов датчик вперед вас последовал прокинул петров себе шайбу на ход за воротами на пятачок передача момент забивать нужно но здорово черепанов действует колобанов бросок здесь уже заблокировали защитниками а здесь уже про про недовольные эти павчан данным соперником если говорить про историю взаимоотношения команд 30 раз хоккеисты встречались 18 победу алмаза и 12 побед у русских педизе но это было преимущественно на ранней стадии чемпионат мхл проводить к кистам он сейчас смену про величину вообще не порядка полутора минут находились на льду игроки четвертого звена сила уже было не так много но трудом отбились теперь соперника климов с невольным шайбу отобрали бросок заблокирован марков на подборе первый климов но и здесь потеря и продаков раскатывается и здесь удаление будет просто на все срубил соперника на точку на этот раз храбский дуэль соперника выиграл раскатывается видите пас центра вошли в зону ну и да сразу без проблем расположились бардаков направо жёсткий прием шайбы марулёв клюшкой машет пас на синюю на право перевод бросок шосток здесь уже надежен с могилов перевод момент опасно и четвертая шайба дмитрий зайцев с кистей посылает шайбу вверхом не успевает шосток переместиться и 4 1 вот так вот да могли забросить ворота шостока уже в руках представители медслужбы работающей на матче и они сейчас эту шайбу отдали маленьким ребятишкам которые прибежали в экстрем порядке сейчас момент опасный ворота шостока пусты ворота удаление будет еще одно у алмаза шосток за подножку скоро они боятся плачат но пока что смогли хозяева шайбы своей зоны вывести фёдоров выбрасывать нужно шайбу но здорово развернулся фёдоров может быть контратаку даже сбегать втроём напомню алмаз действует а фёдоров еще лучше действует поддержал шайбу в своей зоне и все появился четвертый полевой у хозяев смогли вновь двойной штраф реализовать видите поезд сучушки на площадке уже начинают работать и и фёдоров и нет не смог здесь фёдоров атаку начать зомбахидзе успел клюшку сыграть и надбросил шайбу с крюка нападающего алмаза здесь положение вне игры гиста видези от бардаков да я не ошибаюсь шайба влетела в ворота черепанова герцог герцог а нет знаете я вру двадцать всего двадцать всего за два периода бросков по воротам шоу столько четыре паркушных шайб каждый пятый бросок влетал в его ворота у алмаза лишь девять бросков в створ за сорокнуты игры что в принципе естественно не может быть хорошо крайне мало череповщине бросают поубрал с ним один с четыре в авто один с четырнадцать во втором периоде в пользу гостей пять заблокированных у алмаза четыре у хоккеистов русских видезей замалиев набирает скорость три в двадцать атака получает замалиев направо на жирнова жирнов бросок точный рядом со штангой шайба прошла петров на жирнова но прочитана передача и удаление будет за атаку игрока не влечил шайбы будет наказан игрок русских видезей жирнова там досталось но уже решение арбитр не поменяет Захар Бардаков штрафный бокс отправляется и вот он шанс для Рогов первым оказывается на шее защитник алмаза Петров вперед передача не точная замалиев не смог на дачу отдать пас перехвачена была эта передача Замбахидз шайбу в зону убрался сам же поехал на подбор Петров и вот шайба под контролем у гостей оказывается Зайцев уже одну шайбу сегодня Зайцев забросил так говорил сегодня два Зайцева два Дмитрия Зайцева находятся на площадке тот что Череповецкий Дмитрий Валерьевич родом из 2000 года воспитанником Креплевсоветов он является уже успел в МХЛ поиграть за две команды как раз таки за Креплевсоветов и за Казанский Ирбис одной шайбой отметился в составе крылышек в первом своем сезоне в МХЛ ну а мачи провел он в текущем чемпионате коэффициент надежности 1,94 процент отраженных бросков 93 и очень-очень хорошие цифры лишь 16 шайб он пропустил Черепанов 27 пересылочный матч имел в своих воротах Климов на дальнюю штангу и момент еще возникает но не смогли Череповщини шайбу переправить свои ворота добавить ее Морулев входит в зону Морулев поехал дальше развернулся на Климова Климов бросает и блокирует его бросок щитника и забил вот так вот 3-4 4 и продолжаем посмотрите какие еще бросок уже не точно для Калашников это вторая шайба в сезоне четвертое набранное очко Морулев какой силовой прием он применил против соперника там с трудом человек покидает пределы площадки похоже пришли за шайбой которая покинул пределы льда буквально недавно мужчина ходит ищет ее тоже интересно такое мероприятие когда люди ищут шайбу тоже естественно не видно где она находится за каким именно сиденьем в каком ряду валяется процесс такой любопытный и забавный 9 минут 40 секунд еще в третьем периоде командам необходимо привести и будем пока что говорить именно так к шайбу отобрали выбросили зоны витязи марков еще полминуты есть на большинство у череповчан климов на скорости климов бросок в ближний угол но появится он на площадке и нужно столько времени протерпеть его товарищам чтобы отбиться в этом меньшинстве марулев нет не смогли зону закрыть череповчан и в контратаку попытаются видеть и убежать нет недолго они об этом мечтали неволен входит в зону максим выпускает его соперник и выбрасывает видите шайбу и зоны появляется из могилов на площадке не удалось большинство алмазу реализов форварда нашего любимого Йозика новастрака уже закончил карьеру может все таки и возраст порядка сорока лет Йозефу сорок лет да если не ошибаюсь в этом году Йозефу исполнилось юбилей естественно было бы крайне здорово страку увидеть вновь в череповце я думаю многие многие любят этого чеха один из самых любимых легионеров не были на голову сильнее своих оппонентов марулев скорость набирает входит в зону защитник охраняет налет удаление будет за задержку соперника клюшкой мы отметим да бросок рогова от синей линии мощнейший выстрел не смог черепанов шайбу остановить и климов добавил его ворота вновь большинство алмаз реализует доказывая то что является одной из лучших команд лиги по игре в большинстве четвертое место назад еще бросок черепанов выручает команду могли сейчас хозяева и выйти вперед вовсе но черепанов духом не падает нельзя нельзя расслабляться и грустить сейчас нету времени удаление нет нет да нет не будет петров приезжал рядом с воротами соперника судя по всему задел черепанова тот потерял равновесие на мгновение показалось все сейчас накажут алмаз штрафом но повезло повезло откровенно здесь череповчанам две пятнадцать до конца третьего периода четыре четыре матча алмаз русские витязи колесников сбывает шайба вверх климов первый на подборе оказался но и соперники здесь естественно не дремлят здорово Замбахидзе сыграл помешал Климову спокойно провести какое-то действие атакующего характера борьба у борта два на два там хоккеисты клюшками как раперисты борются в итоге смогли гости вывести шайбы из своей зоны Марков нет Климов мимо шайбы махнул клюшкой полтри минуты еще играть Микоши с командой постарается предельно внимательно сыграть в обороне дабы давайте получать удовольствие выигрывают гости в Брасне Марков проиграл это единоборство а Бардакову раскатываются гости пытаются вернее раскатиться своей зоны это Буренов Бардаков Бардаков входит в зону Бардаков бросок отбивает Шугай перед собой подхватили шляпу Череповщини Климов скорость набирает Марков его поддерживает но перехватили эту передачу защитники Климов Марулев Марков поехал на смену уже Марулев ищет Климова но подкручит защитника ну вернее Замалиева который оказался на позиции защитника Замалиев разворачивается Айрат выводит Шабу из зоны чтобы появилась возможность смениться у Климова и у играть в этом овертайме командом Чижиков Шабу подобрал Чижиков и Капустин атакуют у Алмаза и также Герцог на площадке молодым ребятам доверяет Ставровский момент хороший здесь налево там отдай передачу на Зайцев мог бы Зайцев решать и вот сейчас Зайцев еще какой хороший момент у Зайцев был но не смог Зайцев переиграть Шугай может быть придумать который поможет Витязем в игровое время вырвать победу но ладно это не наши проблемы вывести вывести шайбу из зоны да получается у Колесникова а ну-ка еще и в контратаку нет удаление за работу удаление Колесников едва ли удаление или просто сразу